Мэр Донецка заявил, в случае ухудшения ситуации провести масштабную организованную эвакуацию невозможно. Много миллионный город, много детей, много стариков. А бомбоубежища Донецка рассчитаны лишь на 20% населения. Наша съемочная группа первая оказалась в районе городского аэропорта. Причем снимать пришлось на мобильный телефон. По человеку с профессиональной камерой могли открыть огонь без предупреждения. Из города, где даже поход в магазин теперь может стоить жизни, мобильный репортаж Дениса Давыдова. Это перекресток, Киевский проспект, дорога, которая ведет в аэропорт. Улицы пустые, ни машин, ни людей. Сейчас это самое опасное место в городе. Аэропорт и прилегающий к нему торговый центр. Высотки вокруг заняты снайперами, перестрелки каждый день. Местных жителей держат на прицеле, но не стреляют. Впрочем, и на улицы выходят самые отчаянные. Они направляются к супермаркету, который не работает. Из прошлой недели оттуда выносят оргтехнику, алкоголь, продукты. Очень неприятный запах. Холодильники отключены. И вся мясная продукция уже давно-давно испортилась. Наряды милиции сюда не выезжают. Страшно. Повсюду следы от пули снарядов. Видно, вон тоже окно расстреляно. Видишь, выше последних этажей там дырка. С гранатометов стреляли отсюда тоже. Там где-то еще между этажей. Я оттуда не заходил. Но снайпера там сидели. В торговый центр заходят не только взрослые, но и дети. Они хорошо знают, где отдел игрушек, но не понимают, что гуляют на линии огня. Снайперы обосновались на крыше высотки Таисии Воропаевой. Ее дом у самого забора аэропорта. Пенсионерка уже неделю, как съехала с квартиры, прячется в местном храме. Но как бы ни было страшно, домой приходится ехать. За лекарствами успокоительные закончились. Она надеется увидеть соседей и очень боится встретить в подъезде снайперов. Людей с винтовками знакомая видела. Где они были? На крыше, она сказала? Да. И женщины? И во дворе, говорит, были. А снайперы какие? Мужчины, женщины? Да вроде женщины, так она сказала. Она неохотно отвечает на вопросы, всю дорогу шепчет молитву и постоянно крестится. Надежда только на Бога, когда вокруг не души. Одинокая машина на пустой улице – идеальная мишень. Я первый раз поехала, вещички взяла, спешила. Не забыла деньги и таблетки. А второй раз вот это взяла деньги, лекарства. Ее встречает пустой двор, ни автомобилей, ни людей. В маленькой квартире наглухо задернуты шторы. Из дома пытается дозвониться до родных. Не работает? Нет. Они заняли работу и это же оттуда. А в аэропорту поселковый узел связи. Его уничтожили бойцы так называемой национальной гвардии. Таисия Васильевна быстро берет таблетки и немного вещей. Встреча с домом получилась короткой. Из опасной зоны она возвращается обратно в свое убежище. Лишь бы не стреляли. А это не самое главное. Одежда. Ну вы куда, к себе сейчас? Да, к трампу. Ну давайте, счастливо. Спасибо. То же самое ей на прощание отвечаем и мы. Впереди ночь, наверняка, опять бессонная. Взрывы и выстрелы уснуть не дадут. Денис Давыдов, Денис Овчаров, Ксения Назарова, Иван Романов.